Вы очень сильно страдаете. Вы испытываете сильную боль. Все это зло будет не всегда. Однажды оно закончится. Кого-то из вас уволила компания. Кто-то из вас переживает трудности. Слава Богу, это не навсегда. Однажды Господь исцелит вас. Эта болезнь уйдет. Скажите, болезнь уйдет. Привет, я Пол. Почти 10 лет назад мой папа, мой герой, мой пастор неожиданно скончался. Он построил крупную церковь и оставил на нас большую ответственность. Когда он умер, я потерял не только отца, но и веру, цель и будущее. Но Бог пришел, восстановил мою веру и дал мне послание надежды, чтобы я мог делиться ним с вами. Вы здесь не случайно. Бог не отвернулся от вас. Ваши лучшие дни ждут вас впереди, и вы победитель в жизни, потому что в вас живет Иисус. Лучшие дни ждут вас впереди. Мы думаем о проблемах часто. Мы думаем о ситуациях и о времени, благоденствия. Мы думаем об этом годами. Нам трудно избавиться от этого. Кому-то из вас трудно расстаться с мыслями о сложных ситуациях и непростых периодах. Сегодня я приготовил учение. Я буду учить вас о том, что мудрый Господь Бог обращает ко благу все события, которые происходят с вами. Скорби делают вас сильнее. Они дадут вам урок. Ваши плохие дни закончатся. Люди попадают в ловушку. Они ностальгируют все время. Они вспоминают свое славное прошлое. Когда я скучаю по героям того классного сериала, я скучаю по старым порядкам и по 80-м годам. Я скучаю по прежним друзьям и по своему колледжу. Они тоскуют. Бог не желает, чтобы вы оставались в таком положении. Вы просто наслаждаетесь нынешним успехом. Есть другая крайность. Люди живут неудачами. Они не прощают обидчиков. У меня сложное время. Я не знаю, как двигаться вперед. Откройте Библию. Откройте вторую главу Евангелия от Луки. Кто-то из вас рад тому, что он жив в этом году. Вы благодарны Богу? Вы ждете перемен. Мы узнаем о том, что произошло. А потом перейдем к переменам. От Луки 2.1. Мне нравится первый стих этой главы. Там сказано. Вот что произошло. Я размышлял об этом в последние две недели. Я уже рассказывал вам о том, как происходили события, которые уже становились в прошлом. Они были просто так. То, что упомянуто в Библии, исполнилось. Запомните, что фраза «вот что произошло» встречается более 400 раз в Святых Писаниях. Эта фраза относится не только к Рождеству из Луки. Она встречается в Библии часто. Она встречается в жизни Авраама, Эсфирии и в жизни Иисуса. Его рождение, смерть и воскресение — это не выдумки. Все это было на самом деле. Вы страдаете очень сильно. Кого-то из вас уволила компания. Кто-то из вас переживает трудности. Кто-то из вас перенес операцию. Кто-то из вас участвовал в суде. Однажды Господь исцелит вас. Эта болезнь уйдет. Скажите, болезнь уйдет. Мы не стоим на месте. Давайте учиться на собственном опыте. Давайте двигаться вперед и понимать, что Господь Бог дает нам сейчас. Вот что произошло. Евангелие от Луки, глава 2, стих 19. А Мария сохраняла все слова сии, слагая в сердце. Мария запоминала то, что она слышала. Многие рвутся в будущее. У них потеря памяти. Они не помнят о том, что было недавно. Они живут и допускают те же ошибки в поведении, от которых Бог пытался избавить их. Это незрелость и в жизни чувствами. Они входят в подростковый возраст пустышкой в подгузниках. Они не оставили их, когда им было три года. Вам пора вырасти из подгузников. Перестаньте жить в незрелости. Мария размышляла о происходящем. Так она узнала о том, куда Господь приведет ее потом. Если вы не размышляете о происходящем, то вы упустите то, чему Бог хочет научить вас. Дева Мария размышляла о четырех вещах. Мария размышляла. Скажите, размышлять. Псалом 77. Израильтяне не вспоминали удивительных чудес, которые владыка Яхве творила ради них. К несчастью, мы помним то, что нам нужно забыть, и забываем то, что нам нужно помнить. Мы помним свои оплошности, неудачи и негодования. Мы помним раны и обиды. Мы помним то, что люди сказали и не сказали нам. Мы помним тех, кто отверг нас. Мы забываем то, чему Бог научил нас. Мы забываем о Божьих делах. В этом отрывке Дева Мария учит верующих размышлять о четырех принципах жизни. Люди не размышляют о том, что Бог сделал в их судьбе, ведь они не знают, в какой категории отнести события. Я скажу о категориях, которые помогут вам уйти вперед с уверенностью. Первый пункт — это то, что произошло с вами. Мария думала о том, что с ней случилось. А что же с ней случилось? Она встретила ангела. Она забеременела. Мария переговорила с женихом, с Иосифом. Он собирался покинуть ее. Но потом он решил жениться на ней. Эти два события изменили жизнь Марии навсегда. Бог обращает плохие события к вашему благу. Случайностей не бывает. Если ты живешь благодаря Богу, тогда ты увидишь, как каждая ситуация и каждый человек учит тебя. Каждая потеря, приобретение, неудача и успех помогают тебе выйти на новый уровень. Набирайте мудрости. Возьмите блокнот и запишите то, что произошло с вами в этом году. Наше прошлое открывает следующую категорию. Это то, что произошло для вас. Бог сделал что-то для вас. Когда жизнь пыталась сделать вам зло и принести вред вам, Господь изменил ваше неправильное отношение и поведение. Он изменил ваше неверное мышление. Он переместил ненужных вам людей. Это исполнилось. Ему пришлось это сделать. Он переместил их. Бог говорит, я знаю, что тебе было плохо. Я обратил это злого благо тебе. У кого из вас были трудности? Кто из вас проходил через сложности? Вам было неприятно. Нам нужно размышлять. У нас не хватает времени на это. Мы с вами всегда хотим чего-нибудь новенького. Вы хотите получать благословение Бога? Если хотите этого, то размышляйте о прошлом и благодарите Бога. Благодари Бога за то, что Он сделал для тебя в этом году. Благодари Его за то, что Он вывел тебя из проблем. Давайте остановимся и восхвалим Бога за то, что Он сделал у нас и через нас. Третий пункт. Это то, что произошло в вас. Мария размышляла о том, что произошло с ней, для нее и в ней. Она была беременна. Она носила в себе будущего мира и Спасителя. Изменения происходили в ее теле. У нее появились растяжки после беременности. Ее характер изменился. В этом году Бог изменил ваше сердце. Он изменил ваш характер. Он научил вас доверять Ему. Когда вы не знали, что произойдет в будущем, кого-то из вас Бог вернул в ваше призвание в этом году. Он вернул вас к своему плану. Мудрый Бог взращивает вас. Теперь вы не пытаетесь впечатлить своего отца. Вы не пытаетесь впечатлить людей. В конце жизни Господь скажет вам, молодец, хороший и верный слуга. Люди не скажут этого вам. Четвертый пункт. Это вопрос. Что сделал Бог через вас? Дева Мария размышляла о том, что произошло с ней. Вспомните тех, кого вы ободряли. Подумайте и вспомните случаи, когда Господь, Бог являл свои чудеса через вас. Вспомни случаи, когда ты благовествовал. Ставил ли ты цели помочь ближним, или ты думал лишь о себе? Пожалуйста, подумайте об этом. Церковь, размышляйте не о своих неудачах, а лучше размышляйте о том, как начать свое светлое будущее. Хватит верить в то, что ваши прошлые дни были лучшими днями во всей вашей жизни. Думайте о том, что ваше прошлое дает вам уверенность идти вперед. Скажите, мои лучшие дни спереди. Скажите, пожалуйста, это. Откройте 17 главу Евангелия от Луки. Иисус сказал, «Опасайтесь мыслить так, как мыслила жена Лота. Дева Мария вспоминала о прошлом с благодарностью. Она поклялась Богу, и она верила в то, что Бог даст ей хорошее будущее». Поговорим о жене Лота, жившей во времена Старого Завета. Несчастная жена Лота любила свое прошлое так сильно, что она не могла войти в будущее. Лот с женой жили в городе Содом. Это был город греха. В городе царила аморальность. Бог сказал им, «Я выведу вас из этого образа жизни. Я выведу вашу семью из этого окружения. Я вытащу вас из обстоятельств и атмосферы, к которой вы так прилепились». Не оглядывайтесь назад. Но жена Лота жалела о Содоме и о жизни в нем. Она хотела вернуться туда, где она была. Она хотела вернуться в Содом и Гоморру. Когда Бог приходит к тебе, твой путь меняется. Когда Он приходит, Иисус изменяет все. Твое отношение и перспектива изменяются. Твое отношение к людям изменяется. Не относитесь к людям с пренебрежением. Перестань осуждать людей. Откройте вторую главу Матфея. Волхвы пришли к родителям Иисуса. Они искали Его. Это произошло после Рождества Иисуса Христа. Когда же Иисус родился в Вифлееме, во дни царя Ирыда, пришли в Иерусалим волхвы с востока и говорят, «Где родившийся царь Иудеев? Ибо мы видели звезду Его на востоке и пришли поклоняться Ему». Кому вы пришли поклоняться сюда? Почему вы здесь? Почему вы живы? Каким вы видите свое будущее? Вы стремитесь к деньгам, к вещам и успеху. Вы боитесь ударить лицом в грязь перед людьми. Все это не удовлетворит вас никогда. Бог сотворил вас для поклонения Ему. Это не самовлюбленный Бог, который только и думает о том, чтобы все хвалили Его. Бог видит, как мы Ему поклоняемся. Вы поклоняетесь тому, кого вы любите. Вы смотрите любимые спортивные каналы постоянно. Вы болеете за свои любимые команды. Вы изучаете любую тему. Вы посвящаете этому Ему времени. Вы обожаете ее. И обожаете внимание на нее. Вы считаете, что еда и посещение ресторана утолят голод вашей души. Вы думаете, что походы по магазинам утолят ее голод. Бог говорит, все это не даст тебе удовлетворения, потому что только Я исполню сокровенные желания твоей души. Только Я. Мудрые люди являются потенциальными. Они понимают, что нет смысла поклоняться деньгам и успеху. Поклоняйтесь царю царей. Мы приходим в церковь, чтобы поклоняться Господу Богу. Я не поклоняюсь праведнику, пастору и оратору. Я не иду в церковь ради пунктика, Диджей Джейкса, или ради любимой темы. Я иду в церковь, потому что Иисус Христос здесь. И я хочу поклоняться Ему. Я иду сюда не ради пасхального или рождественского спектакля. Я иду в церковь, потому что Иисус здесь. И я поклоняюсь Иисусу. Скажите мне, где Иисус? Я приду туда. Ирод был встревожен, и весь Иерусалим вместе с ним. И собрав всех, первосвященников и книжников народных, спрашивал у них, где должно родиться Христу? В Вифлееме. Ибо так написано через пророка. Ты Вифлеем. Земля Иуды. Бог обращает внимание на что-то незначительное. Он одобряет малые начинания. Хотите прожить год во всей полноте? Начните с малых шагов. Ходи в церковь каждую неделю. Признайся в любви тем, кого ты любишь. Начни Новый год с малых шагов. Ходи полкилометра хотя бы раз в неделю. Гуляй. Возьмись за дело. Вы говорите, я не могу делать то, что я делал раньше. Делай это потихоньку. Когда мы делаем малые шаги, они окажут большое влияние. Хотите, чтобы ваш дом изменился? Молись, верь и делай шаги. Поспеши домой, и ты увидишь изменения. Ифлием, ты малый край. Великий вождь Израиля произойдет из тебя. Не пренебрегая днем малых начинаний, Ирод, тайно признав волхов, выведал от них время появления звезды. И, послав их, Ифлием сказал, разведайте о младенце, и когда найдете, известите меня, чтобы я поклонился ему. Ирод был манипулятором и безумцем. Это был сумасброд. Он был встревожен, и он возненавидел то, о чем он узнал. Он был завистливым и опасным человеком. Царь Ирод был тщеславным человеком и хотел славы себе. Волхвы ушли. Войдя в дом, увидели младенца с Марией и принесли ему золото, ладан и смирну. Давайте прочтем Матфея, глава 2, стих 12. Получив во сне откровение и не возвращаясь к Ироду, мудрецы отошли в свою страну иным путем. Они вернулись на родину другим путем. Бог предстерег их, не возвращаясь тем же путем. У вас плохое настроение, у вас все меняется в жизни. Вы приуныли. Вернитесь домой с благодарным сердцем. Сегодня вы пришли сюда разочарованным. Вы унывали. Вы пришли в церковь и вам было плохо. Бог хочет, чтобы вы положились на Него. Вам не все нравится в вашем браке. Бог использует боль, чтобы изменить вас. Перестаньте проявлять эгоизм. Перестаньте думать только о себе. Если ты не изменишь свое отношение, то твоего брака будет плохое будущее. Нельзя продолжать жить так, как живешь, и думать, что ты освободишься от зависимости. Я не знаю, кто из вас жил совершенно. Кто из вас поступал безупречно весь год? Я заметил, что мне нужно вырасти духовно. Мне нужно расти в том, что происходит со мной в настоящее время. Бог показывает мне на изъяны. Бог показывает на грехи и говорит, измени эту сферу. Научись терпению. Перестань сомневаться в моей верности. Прими решение измениться после этого собрания. И тогда я благословлю тебя. Не возвращайся к Ироду. Не иди к Нему, уйди другим путем. Ты шел путем греха. Потом ты узнал Иисуса. Теперь иди Его путем. Когда Бог приходит к тебе, твой путь меняется. Когда Он приходит, Иисус изменяет все. Твои отношения и перспективы изменяются. Твое отношение к людям меняется. Перестань осуждать людей. Смотреть на цвет их кожи и на их прошлое. Не суди людей, смотря как они преклоняются Господу. Хватит смотреть на жизнь по-старому. Не унывай и не жалуйся по каждому поводу. Изменись. Скажи, мне нужно меняться. Бог смотрит на вас. И Он говорит, дитя мое, ты молоден, но пришла пора меняться. Настал новый сезон. Бог говорит, я хвалю тебя за то, как ты прожил этот год. Пришло время развиваться в том, что я приготовил тебе. Пришла пора посмотреть на себя и сказать спасибо за то, чему я научился. Спасибо. Слава Богу за то, что я усвоил эти уроки. Пришла пора меняться опять. Я должен расти. Я изменюсь. Я не останусь в Рифлееме навсегда. Настало время встать на новый путь. Это новый сезон. Нужно что-то менять. Я дам вам три пункта. Когда я еду куда-то не туда, телефон говорит мне, измените направление маршрута. Как правило, он дает мне три подсказки. Он говорит, едьте туда-то, поверните налево. Едьте туда-то, поверните налево. Тогда я нахожу правильный путь. Есть три вещи, которые нам нужно изменить в своих сердцах и душах. Если изменить свои отношения, то вы будете смотреть на все по-другому. Если вы запланировали только внешние преобразования, то вы пропускаете все, чему Бог пытается научить вас. Не ограничивайте себя. Добавьте духовное развитие в список. Пришла пора изменяться. Первый пункт. Измените свое отношение. Ваше отношение определяет ваши ценности. Если у вас правильное отношение, то вы пойдете с Богом далеко. Станьте смиренным. Оставьте свои барские замашки. Никто не обязан исполнять все ваши желания, капризы и прихоти. Вы знаете, земля не крутится вокруг вас. И оставьте нереальные желания. Не напрягайте ближних. Напрягайся сам. Смиритесь к совершенству, развивая благодарные отношения, даже когда ты садишься обедать. Веди себя смиренно. Скажи, Боже, спасибо тебе, что я живой. Бог, я буду обращаться с людьми не ради того, что они могут дать мне, но ради того, чтобы служить им. Лидер, служи людям. Служи ближним. Я хорошо вел себя, но настало время расти. Пришел новый сезон жизни. Я могу остаться ребенком. Я могу вести себя как Питер Пен. Но самое интересное это духовный рост. Измените свое отношение, начните расти. Второй пункт. Измените свои цели. Измени цели. К чему вы стремитесь? Что ты хочешь делать? Настало время поставить цель, которая прославит нашего Господа Бога. Поставьте цель стать подобным Иисусу Христу. Поставьте цель жить, подражая своему Господу Иисусу. Ты не станешь таким, как Бог хочет видеть тебя, если ты не поставишь цель и не захочешь стать таким, как Он. Это не случится само собой. Мы молимся, потому что мы выбрали молитву. Тот, кто уважает женщин и не использует их в своих целях, принял решение уважать их. Поставь цель стать мужчиной, который угоден Богу. Хватит слоняться без дела, хватит заниматься ерундой, прекрати совершать грехи, они погубят будущее, не уничтожая будущее, не обменивая его на временное удовольствие, которое ты разлюбишь очень скоро. Скажи, я изменю свои цели, я изменю желания. Это вы контролируете свои желания, они не контролируют вас. Учись управлять своими желаниями и скажи, я буду женщиной, которая угождает Богу, я стану мужчиной, которая угождает Богу, я буду проявлять терпение, я ставлю цель, я стану тем, кем Бог призвал меня стать. Когда ты исполняешь Божьи цели, Бог изменяет твое сердце, Он меняет твои отношения, Он учит тебя обуздывать желания. Третий пункт, измени свои желания, измени желания, что ты делаешь, что ты хочешь. Господь советует нам, перестань питаться вредной едой. Если вы хотите, то все изменится в вашей жизни. Измените свой рацион. Если у вас избыточный холестерин, то исключите продукты, которые привели вас к этому. если у вас повышенное кровяное давление, то следуйте советам врачам. Ваш дух слабый, ваш проповедник говорит, измени образ жизни. Ты кричишь, ты законник. Вы не кричите на врача, который выписывает рецепт. «Если вы хотите жить, то делайте так». Врач отвечает, «Я стараюсь помочь вам жить дольше. Церковь, я стараюсь помочь тебе стать сильным в Святом Духе. Не будь вялой, не будь немощной. Хватит жить ободряющими проповедями. Изучай Библию, люби ее, стремись к общению с Богом. Ищи силу Господа, не будь циником. «Открой сердце для своего Господа, скажи Ему, я буду славить и хвалить тебя, я принесу перемены в общество, я принесу перемены в мой город, я буду не только читать и слушать Библию, я начну поступать по Слову Божьему». Лучшие дни ждут вас впереди. Думайте о том, с чем вам необходимо попрощаться в вашей жизни сейчас. Думайте о том, что мешает вам расти, какие ситуации, проблемы и обстоятельства, сложности. Ты прокручиваешь в разуме. За какие ошибки, неудачи и промахи ты упрекаешь себя постоянно? Скажи Богу спасибо за твой урок, спасибо за твой опыт, я готов идти вперед. Возможно, ваш приятель обидел вас, возможно, вас предали, вам сделали больно, скажи Богу спасибо за то, что это произошло, я не вижу этим, все это было не всегда, все это было не навсегда, я иду вперед. Чтобы не происходило с вами, примите решение не думать об этом, пожалуйста, повторите за мной, лучшие дни вас ждут впереди. А теперь я предлагаю помолиться за будущее, я верю в то, что эта молитва провозглашает о нашей зависимости от Бога, и я доверяю будущее тебе, оно будет лучше, чем прошлое. Скажите так, Иисус, я отдаю жизнь тебе, спасибо тебе за то, что ты сделал в моей жизни, спасибо тебе за уроки, которые ты преподал в прошлом, я не стану жить в прошлом, лучшие дни ждут меня впереди, во имя Иисуса Христа, аминь. Мы с вами движемся к чему-то новому, новое, это Божье, более грациозные мечты и судьба для вас, вы найдете расписание наших служений и наш адрес на сайте victori.com смотрите нас в прямом эфире каждую неделю, в интернете по тому же адресу, мы любим вас очень сильно и молимся о вас, ваше светлое будущее не за горами. Редактор субтитров А.Семкин